I have ways of blowing things up. Смешная история случилась, я пообещал ушастому копию, нет, вообще на самом деле сегодня наше прохождение точно закончится, потому что у нас нет двадцати штук, у нас нет двадцати штук, чтобы заплатить этому придурку, но с другой стороны, да-да-да, хорошо, ну продолжить, да, свалите от меня. Завтра, а, завтра нужно, у нас еще есть куча времени, давайте, что у нас там, что я могу продать, я могу дизель продать, лекарство продать, вон консервы, консервы попродавать, ботинки попродавать могу, слушайте, может еще и накоплю, фиг его, знаете, по чуть-чуть, по чуть-чуть. О, видак могу продать, даже два. Что у нас тут еще, вот это. На самом деле... Слушайте, это мы только в одном магазине продавались, а... О, о, не-не-не, у нас есть, у нас есть двадцать штук, все нормально, не переживайте. Ха-ха-ха-ха-ха. Вон хозяйственного мыла еще можно продать. Туалетную бумагу. Бритвенные станки, кстати, которые мы у разных проститутов понадбирали, блин. О, у нас двадцать одна штука, все нормально, нормально, этому придурку хватит заплатить. Итак, хороший, хороший, хороший прохожий, услышал в аптеке крик мужчин о том, что его взяли в заложники. Я уверен, что он говорит о том, что эта система здравоохранения взяла его в заложники. Ехайте. Наши салоны идут неплохо. Вот доля, спасибо. Дела, расследование, что... Вот, персонал. Бородко, ты кто вообще? Янель. Ну, наверное, женщина. Я не знаю. Я хотел решить эту проблему, а проблема не решается. А Хорс, ну, Мерседес. Ладно, она женщина. Ладно, ладно. Так. Пожалуй, женщина утверждает, что ее внук прогуливает уроки в заброшенном пенсионате и курит там марихуану. Никакого права на него нет. Может, за решеткой научишься, что к чему. Да, да, да. Ух, что-то пожилые женщины. Кладбище Джентл Оук. У меня в семье горе скончался мой дед. Он всю жизнь посвятил службе. Я в отставку шел самым титулованным военным в этой части страны. Такой герой заслуживает настоящих похорон с почтенным... с почетным караулом. Увы, военная часть Шарпуда была расформлена несколько лет назад. Теперь никому не... Да, ну, блин. У нас с самыми папашей ботинок... Ботинки дорогие, кстати. Ботинки, кстати, дорогие. Ну, посмотрим. Две тысячи. Очевидц сообщил, что на фуру напали вооруженные люди. Вот. Ну, вооруженные люди, это да. Снайпера надо было взять. Ладно. Нужно трех вот этих вот отправить. Будет вот сюда, если они успеют. Блин, по-моему, не успеют, да? Это будет печально, на самом деле. Они не успеют. Захват заложников. Ясно, блин. Сколько тебе надо? 630. Езжайте. Ну, сюда мы не успе... Давайте успеете, пожалуйста. Не, не успеют. Без ботинок, значит, будем. Жаль. Ну, по крайней мере, там преступник не убежит. Фура на обочине оглушенный водитель лежит на земле. Вооруженные люди стоят... Мужчина стоит в прицепе и подает картонные коробки своему сообщнику. В кузове грузовика уже много таких ящиков. Помочь? В ответ грабители бросили коробки и открыли по копам огонь. У кого там стрельба хорошая? У розенкранца хорошая. Но его убьют, если сейчас... Бросить эту шумовую. Коп бросил гранату и она глушила грабителя. Они ставили легкую добычу полиции. В картонах ящика оказались большие телевизоры, которые... Я себе тоже заберу? Два. Два телевизора больших. Ну, буквально секундочку не успел. Ладно. Нэш, я начал учиться искусству биомассажа. И мой дед единственный клиент в полном восторге. Все повторяют, что в мои руки вселилась солебная сила лесных духов. Мне нравится эта работа. Я хочу быть в ней лучшим. И для этого нужно много практики. Я тут подумал и понял, что для моих тренировок нет кандидата лучше, чем копы. У вас же тут сидящая малоподвижная работа, да? Пока я учусь, то никаких денег с тебя просить не стану. Просто выдели мне участок, небольшой уголок. Да. Я об этом пожалею. Я об этом пожалею. Но да. Мистер Нэш, хотите сорвать легких денег? Я недавно наблюдал одно из ваших подчиненных за работой. Он нес себя как пуля за пацаном, который сточил несколько консервов в прилавку продуктового. Вот уж не думал, что шарповский коп может так быстро бегать. Смотрел я на это все и осенила меня гениальная идея. На нашем озере регулярно устраивал традиционные шарпутские соревнования. Частники босиков носятся по льду на перегонки. А более смышленые парни вроде меня делают на этом ставки. Почему бы нам с вами не заработать вместе? Мы отправим туда своего самого шустрого копа. Я сделаю солидную ставку на собственные средства. Часть выигрыша, разумеется, пойдет вам. Только давайте сразу говоримся. Нам нужен человек ракеты, иначе победы не видать. Человек ракета. Ты ракета? Нет, ты сильная. Ракета? Скорость у тебя так себе. А у меня нет ракеты. Ладно. Ну, может на следующей смене будет. А ну, по идее, нужно время, да? Знаешь, мы с корешами из панк-группы Wild Insurance. Wild Insurance. Ладно. Хотим сдернуть на гитарной струне местную власть и консервативных ублюдков, которым насрать на простых людей. Хотим мощно заявить о себе, чтобы нас по новостям показали. Идея такая. Мы поднимаемся на крышу полицейского участка, зажжем сердца людей своей музыкой, а потом разгромим наши инструменты в щепки. Поднимем, так сказать, революционную волну, которая унесет нас из этой долины консервированного супа. Насчет консервированного супа, да, тут отдельная история с этим. С деньгами у нас пока туго, сам понимаешь. Ну вот, кассета тебе души... Нет, спасибо. Ну, блин, но у меня нет ракеты. Извини, чувак. За это же мне не будет штрафа. Оп. За это же мне не будет штрафа. Так, употребление наркотик. Мальчик действительно прогуливал уроки, он горел обычные сигареты. Это не преступление. Согласен. 541, это у нас длинулся парень в полотенце, поскользнулся на мокром полу и случайно толкнул голову татуированного качка. Качок заорал. Я тебе сейчас покажу, гомик. И сорвал полотенце с бедер парня. Оу. Ты поедешь? Ясно. Уже не поедет, уже поздно. Ехайте. Ехайте, мелочь пузатая. Человек-ракета. Ну, блин, у него скорости два. Розенкранц, блин. Если у него не будет скорости, он тебе ногу подвернёт. Или поцарапает, или сломает. Короче, не, нафиг. Прохожий сообщил, что школьник рисует непристойные граффити на стене. Пострами, давай. Трёх монстров я оставлю себе. Тем более, что Алиф вернул лояльность. Уже спасибо ему на этом. О, да. Хе-хе-хе-хе-хе. Прихожанка Сельно Джозеф сообщила, что на церковь напали сектанты с культа Бавоса. Принесли языческих идолов прямо в храм и готовятся к ритуалу перерождения. Собираются взорвать в церкви себя вместе с пастором, чтобы... О, да. Хе-хе-хе. Короче. Сейчас пасторами вернётся. Блин, посмотрите на эту фигню. Голый татуированный качок прижал худого длинноволосого парня лицом к стене. На мокром полу валяется полотенце. Оттащить. Оглушить качка дубинкой, на. Коп ударил голову качка дубинкой, позорвал и глушил его длинноволосым. Парню больше ничего не угрожает. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. На тебе немножко в переговоры. А то силы это, конечно, хорошо, но иногда и поговорить можно. Блин, на угрозу теракта надо бы поехать. Давайте сыграем в Блэк Джек. Расстроюсь. Хорошо сыграем. Школьник капюшон неаккуратно раскрашивает баллончиком фигуру великана с огромным фалосом. Схватить за шкирку. Схватил за капюшон и арестовал. Теперь просто он придётся отмывать свои художества. аудиокассеты с записями. Видите, я их и так получил. На тебе, наверное, скрытность ниндзя. Но он не успеет вернуться. Нет, 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 нет! Я ж нажал! Вы чё? Просто, я ж нажал! Ну, блин, ну... Играй, иди нафиг! Да чё с ней красиво было? Вместо того, чтобы... Ой, блин, проваленная тактическая операция. Ну вы чё? Игра, вот это вот просто маразм какой-то. Почему? Зачем вот так вот делать? У меня 21, я победил. Спасибо, я знаю, я сразу это и сказал. Ещё карту. Я победил дальше. Ещё карту. Хватит. Да, конечно же, 2-1. Ну, блин, ну... А как ещё? Да, хорошо. Ещё карту. Я проиграл. Да. Ещё. Ну, 16. Оставаться с 16. Ну, это такое себе. 15. Давай ещё. Ну, конечно же. Ну, блин, всё, давай. 12. Ещё карту, смотри, сейчас... 10. Ну, конечно, 10. Ну, играж меня просто обожает. Да, 5-2, всё. Вылететь отсюда. Музыка победил. Да-да-да-да-да-да. Хорошо. 500 баксов. Пиво. Вот чак. Ага. Дождёшься ты пива. Хорошо. Тактическая эмиссия. Провально. Ну, ладно, 21. Дайте мне копы купить на 21. Кто ж тебе даст копы-то на 21 купить? Ага. Далее. По страми пойдешь ещё раз работать, к сожалению. Извини. Но реальность такова. Далее. Завершаем день. 13 декабря. Мы каким-то чудом до сих пор живём. Я не знаю, как это всё происходит. Я выздоровел. Готов к бою. А Аранович, или даже Аранович, перебрался выпивкой этот. И этот перебрался выпивкой. И... Нет. Уезжает волонтёром в Конго на полгода. Хочет помочь со строительством. Нет. Обойдёшься. Душ заметил, что у меня над соском выскочил прыщик. Нет. Нэш. Посмотрел я на довольные рожи ребят, которые сходили на массаж. Мне тоже захотелось попросить. Сначала всё было нормально. Но потом этот пядик начал иметь мой член. Я ему, разумеется, руку вывернул так, что ему придётся новую профессию искать. Не знаю, зачем вы решили превратить полицейский департамент в притом. Для извращёнцев в таких слоях работать не буду. Перси, ты увольняешься? Перси, неужели ты сделаешь мне такой подарок и уволишься? Да! Круто! Самый отбитый придурок. Блин, Бородко это парень всё-таки. Прикинь. Я был уверен, что это... Ну, Янель. Я два дня был уверен, что это баба. Ну, бабушка, типа, потерял кое-всякое уважение. Да, на здоровье. Чувак отрастил себе усы за сутки. Вот что реально масштабно. Да, идите со своими расследованиями. Я, по-моему... Знаете? По-моему, в тот момент, когда я стал максимально забивать на игру... Заплатить, да. Когда я стал максимально забивать на игру... Так, вижу, что вам не удалось раздобить пиво... У вас чуть больше денег, верно? Нет. Нэш, ну это никакие ворот не лезет. У нас с тобой договор был. А теперь даёшь заднюю? Ну, ты крыс, конечно. Я позабочусь, чтобы участки знали об этом. Источник сообщил, что в город везут контрабанды в секрет в красном фургоне. Сейчас я вас кучу неформалов туда отправлю. И за вами будет Мурадян присматривать. Потому что вы неспособные придурки. Пожалуй, мужчина напал на девушку и укусил ее за лицо после того, как она отказалась с ним знакомиться. Прикольно. Снайпером? Две тысячи сюда не наберется. Ехайте. Короче, я же говорю, как только я стал забивать на игру просто максимальнейшим образом, каким-то образом я до сих пор не проигрываю. Нистер Неш, у меня настоящая воина с соседями. Недель назад я привез из Фрибурга ящик петар цену в подарок. Мы понемногу взрывали их во дворе. Пацан писался от счастья. Но появился Кристерсон. Соседи напротив. И начали скандалить из-за шума. Я их, конечно, далеко нафиг послал, но эти гады тоже где-то раздобыли петарды и стали хлопать прямо у меня под окнами. После такой фигни я сразу... Я хочу раз и навсегда показать им, что они стали с не с тем парнем. Есть штурмовые гранаты? Заберу их все с хорошей доплаты. Нет. Обойдешься. Что сюда? 700. Ну, блин. Сюда я не попадаю. Мужчина хотел снять себе проституту, который увидел, что его дочь тоже стоит здесь. Отец взбесился, вытащил свой ремень и хочет проучить дочку. Ну так, а кто тебе доктор? Да, 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 да. Вы уже все равно сюда приехали, блин. Ладно. Патронная машина догнала красный фургон и водителя опущено окном. Он курит. Эй, мудак, тормози. Фургон остается на обочине и водитель спокойно сидит за рулем и курит. Проверить документы. Документы водили в порядке. Допросить водителя. Водитель сломался под давлением копа и предстоит, что спрятал контрабанду сигарет в фургоне под запаской. Так. Давайте немножко переговоров. Кем мне теперь, ну, блин, с одной стороны, кем мне ездить на спецоперации, если у меня без уважения люди, с другой стороны, я все равно на них не попадаю, игра делает так, чтобы я не попадал. Пожалуй, мужчина сидит верхом на девушке с подбородку, у него копает кровь. Девушка кричит от боли, у нее откушен кончик носа, преступник охочет. Теперь-то ты не будешь высоко задирать нос. Посетители пара не вмешиваются, вдруг у него бешенство. Заломать. Удалось заломать. Будет жить, но и потребуется помощь пластического хирурга. Кокаин, неплохо так. На тебе интеллекта до упора. А кто-то вернуться успеет? Нет, блин, нападение 5.30. Никто не приехал, преступник сбежал. Ну, естественно. Головорезы из банды шпинатных берсерков устроили засаду ваш коп. Единственный нормальный коп, который у меня был, который я только что прокачал, говорю, что это он просто взял и пропал без вести. Игра. Иди знаешь куда. Сюда я уже не успеваю. Сюда. На 1200. Езжайте. Я даже не буду читать, что там. Сюда. На 2500. Езжайте. Сюда. На 2700. Пожалуй, ветеран утверждает, что заминировал церковь. Должны были начаться свадебная церемония. Фигня. Домогательство. Никто не приехал на вызов, преступник сбежал. Гражданский погиб. Отлично. Ну, этот день у нас и так в минус уходит. Так какая разница? Так, день возмужания повоса на носу. А у меня еще ничего не готово. Вы знаете, что традиционное блюдо для этого праздника готовят из отборных отборных свиных внутренностей. Одной убитой свини с трудом хватит на пару порций. А спрос за праздник такой, что я зарабатываю на полгода вперед. Так что приходится крутиться. Раньше у меня был один умелец, бывший коп, кстати, который вытащил с работы шокер. Как-то так. У кого-то шокер есть, у тебя шокер есть, и у тебя. Ты поедешь? Нет, конечно. Ну и все, тогда закрываем. Пофиг. Ну, то есть, если... Так. Возле гранаты обмотанной изолентой стоит школьник. Наконец-то в этом затрыпанном музее появилось что-то крутое. Побули экскурсовод тачит школьника за руку. Пойдем, Питер, тут сейчас все взорвется. Я не прочитал описание, теперь приезжаю, такой, что... эвакуировать музей. В музее не осталось никого, кроме полиции. Гранаты обмотанной залез все еще на своем месте. Обезвредить? Коп успешно обезвредил гранату. Комиссия сегодня заходит только об обоих экскурсовод и ее внук-школьник. обыскать. В сумке бабули не нашлось ничего криминального. Она пошла домой вместе с внуком разогреть ему лазанью. Полиции не удалось выяснить, кто подложил гранаты в музей. Ну, офигенно, да. Ничего не поделаешь. О, пожелая женщина попалась новая банкнота, и она ошибочно забила тревогу. Отлично. 2000. Ну, я бы... Ну, тут набралось бы 2000, просто я не успел... 2700, кстати. 2700 могло и не набраться. Никто не приехал, гражданские погибли. на здоровье. Этот день у нас все равно завален, так что какая разница? Я не вижу никакого смысла. Так, мистер Нэш. Тут какая-то слабоумная белка пробралась, еще только управление закоротило замкание. Теперь на моей автомойке пропал свет. Я пытался вызвать нашего электрика, но оказалось, что он разругался с женой, ушел пьяным в лес, где его нашли серьезно обмороженным. Закрыть автомойку даже на пару часов я не могу, так что все работают с фонарями, но из-за темноты тратит слишком много воды и плохо вымывают машины. Я уверен, у вас на службе есть парочка смекалистых ребят, которые разбираются в технике. Отправьте их мне в помощь. Есть. Да, 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 да. Давай ты будешь сам гонять, все. До свидания. На самом деле сейчас уже 11. Понимаете, что никто из них скорее всего не поедет на вызов? Ладно. Ехай ты и ты. И двух единственных лояльных копов отправить. Не то, чтобы они прям сильно смыкалистые, ну, у одного из них нормальные мозги, у другого поменьше немножечко, но в принципе. Они могут и не справиться, если что. Пришло время, да, на, подавись. Нэш, на странную работенку ты нас подписал, конечно, но вдвоем мы кое-как сориентировались. Что-то про проводники школы вспомнили, заводские инструкции прочитали. Мистер Нордин был так доволен, что предложил нам работу с хорошим окладом, но мы посвящались и отказались, уже нашли свое призвание. Хотя один из нас чуть было не согласился, но мы не скажем, кто именно. Хе-хе-хе. Мыло и 500 баксов. И два уставших копа. Ну, все, да, вызов уже сегодня не будет. Совершаем денек. Давайте, наверное, офигеть, в ноль. Ну, что делать? День провален. И не буду работать. О, начинается вот это, что я не буду работать каждый день. О, ясно. Ты будешь работать. Ты. Подождите, а мне, что будет 4 человека у нас? Хе-хе-хе. Не в офигели. Завершаем день. Давайте, чекпоинт, 14 декабря. Поехали. День резь. День резь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok You got the logic, right? Now see if you can digest it with your fucking electrodes Or whatever you usually think with And call me back when you come to an agreement on the price Ah, you're already here I'm sorry, Jack, it's a busy time of year I gotta sit by the phone all day I can call you Jack, right? Why am I asking? I'm already calling you Jack Let's sit down We could go to the bar, by the way I'm waiting for a call, but I could... It's fine here You sure? Well, as you like That's what I love about Sharpwood Even if I forget to put the beer in the refrigerator It'll still be cold Here, you can help yourself Doesn't look like beer, does it? Well, what is it? The infamous smelly soup? You should try it Go on Try it, try it Don't be squeamish Half of Sharpwood eats that soup every day No one's dead yet Not from the soup, anyway Now I see Hmm? Now I see why you'd say that anyone who lives on this soup Would try to get out of here Well, yes, but most of them stay Hey, what do you think keeps them here? Family? Friends? Friends? But there's nothing easier than making friends When did you arrive in Sharpwood? About ten weeks ago? Or was it eight? And look, you're already surrounded by friends No, no, it's not friends It's the enemies Ask anyone in the city Ask a poor man Ask a rich man Of course, if you can find a rich man They all have them Every one of them has a neighbor they can't stand Well, how can you leave Sharpwood And allow your enemy to go on without you So he could plant a cherry tree in your backyard? So he, not you, could buy drugs on discount? So he could grab a nice plot of land in the cemetery? No, no, no one can allow this The enemy must be exhausted If it takes you your whole life With the enemy, you need to fight to the last Once you have an enemy, you're doomed You can't think straight Old Sheriff Wells was doomed He couldn't stand drug dealers I myself don't care for them But Wells didn't count them as people at all Despised them more than murderers And rapists And as soon as those fucking neckties Appeared in the city He knew right away that they were his enemies Enemies which he must overcome, you see And even if by some miracle He succeeded What next? What other enemies would he have invented? And the performance we arranged for him that night? He had no reason to believe That there were ties hiding in that house But one phone call From this phone here, by the way And he rushes off into the night To God knows where You know what happened next He threw himself into a hail of bullets Got two young cops killed too Though they had absolutely nothing to do with it Sheriff Wells invented his enemies And he paid for them dearly So the policemen had to pay for doing police work What? Jack, come on I know we need the police Of course we need them There was a case here recently A month before you got here Maybe less A fellow named Rocco He was a butcher here His old mother Bertha went missing And Bertha had either Alzheimer's Or old age dementia Or is it the same thing? Anyway Poor Bertha always forgot everything Couldn't even recognize Rocco half the time And then suddenly She disappeared somewhere So What did our Rocco decide? Our Rocco decided that his mother Was kidnapped by Eves Menke Another local butcher His competitor His competitor so to speak No Just think A man finds his mother missing His old sick mother Who can't remember her way to the toilet And the first idea that comes into his head His competitor kidnapped her He watched too many movies I guess So what did Rocco do? Rocco picked up the hammer Went to Eves Menke's house Cracked open his skull Then broke his brother's skull Then broke his father's skull Then went down to their basement Shouting Mom! I've come to save you! And the basement was empty Of course it's fucking empty And there he is Standing there Goes back home Covered in blood Hammer in hand And his mother is there Sitting in her armchair Quietly knitting Walked around in the woods all day Then came back home Doesn't even remember a thing about it Now Rocco will be in prison For the rest of his life But if he just called the police If the cops had combed the forest Looking for poor Bertha Nothing would have happened So of course We need the police Never imagine Jack That I think the police Is my enemy I don't invent enemies For myself I won't repeat The old sheriff's mistakes Unlike the new sheriff What? You arranging a special performance For her too? I could of course But what happens after that? Marino says that After Gail Greenberg's death There's no first deputy In the department So if the sheriff Suddenly dies Anyone might take her place And I do not need anyone I need you I'm sorry? You're working in the sheriff's department Unofficially, right? I think it's time to Formalize your status First deputy sheriff It's a good start, huh? Why would Lily formally appoint me As first deputy? You're not listening to me at all, Jack Lily invented an enemy for herself And will do anything If it means she can get even With her enemy Believe me Run the ties out of Sharpwood And you'll get your post She wouldn't think for a second I'm not sure she Just think, Jack Just think The ties didn't just flood The city with drugs Oh no That would not be enough The ties killed Her precious sheriff Wells Well, that's what she believes anyway But would they stop at that? Oh no The ties killed Gail Greenberg And was that enough? Not at all Now the ties Had also killed her champion Captain Carter As far as I know, Jack You made sure Poor Lily thought as much You can be sure, Jack Hatred for her enemy Has all but blinded our sheriff Like her predecessor Like her predecessor's predecessor Consider this a Sharpwood tradition Suppose she agrees Although I do not really believe She will Then I'll still need to deliver And take out these ties Is that a problem? I thought you were An experienced cop I don't even know Where their headquarters are But I do I learned a lot from our distinguished Young student Arthur Sherman The scholar couldn't be held In isolation without books He traded all the valuable secrets Of the insidious neckties For the Viscount de Bragilone Can you imagine? Even if I can Well, it must be Victor Don't worry, Jack She'll agree You'll see She'll agree Without hesitation Call me when you made the deal Just don't leave it too long Here Little souvenir from Freeburg Hello What? Why does he need so much? Boy is the Republic of the Republic And he will not escape punishment Ха-ха Boy 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 Я сейчас Их всех просто назначу На разные расследования За сегодняшний день У нас ничего не произойдет Я уйду в дичайший минус Но мне будет пофиг Ну то есть у меня один полицейский на смене Мистер Нэш Мы вернусь сегодня в ПТ-6 Прежде чем снова застрять на кухне Хочу похвастаться фотографиями Мы всю Европу объездили Столько красоты за всю жизнь не видал Как вы тут без меня справляли? Голодали? Голодали еще и как! Здесь 34 бакса, спасибо В принципе Пенсионерка сообщила Что неадекватная женщина Обрызгала ее какой-то ядовитой жидкостью У нас тут вот расследование В морг Давай отправляем И все, ребят Я игнорирую все сегодняшние сообщения Встретимся, получается, в конце дня Или когда будет что-то интересное Тут такое дело Я думаю, что я вот этих Трех чуваков отправлю На тактическую операцию Я не знаю Ну просто Они все потеряли ко мне уважение Сейчас поедут Скорее всего их там всех убьют Так Закрыть Закрыть, закрыть Продолжить Ну они же меня не будут слушаться Продолжить, конечно Вот люди, которые меня не слушаются Они, да Харек Это, это, это Это Возможно Клей там не стоило туда отправлять Ну ладно Ну получается Сегодняшний день Просран уже просто в ноль Так что Какая разница Смотрите Мы сейчас будем кинцо смотреть Они же будут двигаться Без моего Там Я снайпера с ними отправил И снайпера мне не дадут Почему третий не хочет ходить? Третий стабильно пропускает ход А они вперед идти не хотят Нет, один все-таки решил, что он хочет пойти вперед Те двое пьяных Они, они не хотят Вот этот единственный, кто не пьяный Он хоть что-то делает Продолжение следует... Мы все-таки Мы все-таки Эти просто тут сидят, у них всё нормально, минус Зачем ты по нему второй раз стреляешь, он уже не кокущий, ладно Ну он их переполошил Оп, подставилось Блин, дважды промазал, ну не уперасит Мы здесь Кстати, пока мы на все это смотрим, можно поразмышлять о том, почему, кстати, во многих фильмах это показано было и в некоторых играх и всякое такое, почему у копов в глуши револьверы на 6 патронов. Почему не пистолет, блин, на 18 выстрелов, почему револьвер на 6 патронов, это же, это мало патронов, это долго заряжать, это же чертовски неудобно все. А где есть этот чувак везучий? Его до сих пор не убили, не покалечили. Смотрите по нему сколько уже стреляют, уже патронов 12 по нему прилетел, ну пуль 12. Каждая же из них по 2 раза стреляет по нему. И все это время мимо, там от постамента уже ничего не осталось. О, перезарядочка. Промазал. Если бы он сейчас 2-го подстрелил, было бы прикольно. Оп, минус. Эти по нему никогда не попадут. По нему чисто сзади попали. А, вот убили. Я так сказал, что по нему тут никогда не попадут, но нет. О, он решил стрелять, да ладно? Минус. Раз. Ну, потому что он алкоголик, он может только одно действие совершить. Потом он стреляет и все. Так, этот начал убегать, прятаться. Мимо. Он даже не пытается занять позицию для стрельбы, он просто стоит и стреляет. У него одно действие? Ну что, у алкаша на задание одно действие. Бам. Бам. Все. Минус 3. Та-да-да. А, нет никакого заново. Да. Похороны. Дюваль зато устал. Да. Оставили себе одного лояльного чувака. Я не знаю, как это все будет распределяться по разным сменам. Сейчас нужно будет их распихать. Не-не-не, никакой церемонии. Бесцеремонно. Ну, то есть, я вам серьезно говорю, что мы все равно за сегодня абсолютнейший ни на один выезд не поехали. Так какая разница, проиграть с минус 10 или проиграть с минус 100? Ну. Сейчас посмотрим, какой минус у нас будет. Просто для интереса. И, кстати, наш второй прославный день, да, там ФБРовцы скоро... Да, блин, прочитайте все. Хорошо. Погиб. Расследование. Расследование. Сбежал. Хорошо. Молодцы. Ноль. Минус 3, минус 9, минус 8, минус 15. Красиво. Завершуем. Я вполне доволен сегодняшним днем. Завтра на работу пойдут. Мне нужен кто-то... Сорян. Кто с ними будет ездить? У меня просто только 3... Так, раз, два, три, 4, 5, 6... Давайте еще и 7. Завершаем день. 15 декабря. На этом тогда и серию завершаем. На удивление. Мы все еще живы. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что выли с нами. Всем удачи и добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok